Если говорить о том, как сделать текст понятнее читателю, то стоит, конечно, в первую очередь обратить внимание на стиль, как сделать его более понятным, менее наукообразным, как улучшить ваш текст для того, чтобы ваша мысль, ваша идея лучше дошла до читателя. Для этого стоит по максимуму сокращать предложение, в идеале предложение должно быть не длиннее двух строк, сокращать придаточные предложения, ставить точки вместо запятых там, где это возможно, ставить подлежащее исказуемое в начало, а дополнение уже после них, избегать пассивных залогов, избегать чрезмерно длинных вводных конструкций. Изначально кажется, что это делает ваш текст беднее, но на самом деле настоящим богатством вашего аналитического текста являются мысли, которые в нем изложены, и чем быстрее они дойдут до души вашего читателя, тем лучше будет для него. Плюс есть базовые принципы композиции текста, то есть аналитический текст обычно состоит из трех частей. Это введение, основная часть заключения, и все они построены по принципу такой, можно сказать, пирамиды, можно сказать матрешки, то есть в введении мы кратко перечисляем все основные мысли, которые мы будем излагать в основной части, то же самое мы делаем в заключении, и в заключении каждый абзац тоже состоит из ряда стандартизированных блоков, то есть первое предложение это некий тезис, который вы будете разбирать дальше в абзаце, дальше несколько предложений доказательства этого тезиса, и далее какие-то либо связки, либо какие-то мелкие дополнительные доказательства, либо какой-то переход к следующему абзацу. То есть вот такая форма позволяет наилучшим образом понять написанный текст, более того, читатель, у которого нет времени, может просто пробежаться либо по вступлению, либо по заключению, либо если у него чуть больше времени, но все же недостаточно, чтобы прочесть всю статью, он может просто пробежаться по так называемым левым верхним углам, то есть прочитать строчки, первые строчки во всех абзацах основной части. В идеале ему после этого должны быть понятны вся ваша, вся ваша мысль основная, ваша работа.